Привет, друзья! В этом выпуске мы рассмотрим, как отреагирует наш организм на ежедневный приём мёда с корицей. Какую пользу это принесёт? Какие противопоказания для такого воздействия на организм? Распространённые в различных странах продукты – это мёд и корица. Их смесь является эффективным целебным снадобьем, которое успешно избавит от многих болезней. Для получения необходимого эффекта необходимо обладать знаниями о нюансах использования смеси данных продуктов с учётом требующих решения вопросов относительно здоровья организма и ваших целей. Свойства смеси мёда с корицей. Каждый из этих ингредиентов – и корица, и мёд – представляет собой полезный продукт, способный благотворно влиять на организм, если применять их осознанно. Поэтому смесь из них является лечебной, она полезна для внутреннего приёма и для внешнего использования в целях косметологии. Польза. Мёд в тандеме с корицей имеет ряд полезных характеристик. Устраняет зашлакованность в организме. Минимизирует риск возникновения инсульта и инфаркта, укрепляя сердце и сосуды. Является стимулятором иммунитета, ограждая от вирусов и простуд. Регенерирует подвижность наших суставов, обезболивая во время обострения заболеваний. Обладает антибактериальным действием, убивая патогенную микрофлору и регенерируя в желудке необходимое число микроорганизмов. Способствует качественному перевариванию еды. Обладает противовоспалительным действием, особенно ощутимым во время мочеполовых болезней. Является профилактикой глистов. Исцеляет дерматологические проблемы, особенно угри. Стимулирует процессы запоминания и способности удерживать внимание, притупляющееся у человека в процессе взросления. Улучшает деятельность мозга и способности человека к интеллектуальному труду. Способствует избавлению от чрезмерного веса. Тонизирует тело. Улучшает аппетит. Налаживает сон, благотворно влияет на эмоциональный фон. Вред и противопоказания. Мёд с корицей нельзя использовать. Беременным кормящим матерям. Продукты считаются сильными аллергенами, и корица способна вызвать сокращение стенок матки. При кровотечениях любой природы средство разжижает кровь. Гипертоникам продукты способствуют повышению давления. При высокой нервной возбудимости корица возбуждает и приводит к эмоциональному напряжению. Астматикам существует риск появления бронхоспазмов. Диабетикам – из-за сладкого медового вкуса. Нормы и дозы правильного приёма. В корице находится кумарин, относящийся к веществам, которые признали опасным для человека. Наиболее качественной и полезной считают цейлонскую корицу, содержащую минимум кумарина. В индонезийской кассии, относящейся к сырью более дешёвого типа, находится максимум кумарина, по этой причине её употребление может спровоцировать боли головы и печёночные болезни. Чтобы избежать вреда, надо правильно составить пропорцию смеси и знать допустимую суточную норму. Взрослому она составляет одну чайную ложку коричневого порошка в сутки, либо половину чайной ложки для одного приёма. Принимающим в сутки по чайной ложке специи потребуются такие перерывы – после одного дня приёма выполнить двухдневный перерыв. Потребляя в сутки не более четверти чайной ложки специи, допустимо принимать её постоянно, учитывая советы по исцелению насущных заболеваний. В день нормой употребления мёда для взрослого считают две столовых ложки. Учитывая сказанное, правильная пропорция лекарственного средства такова – к 1 столовой ложке мёда требуется добавить половину чайной ложки порошка корицы. Особенности приёма смеси. Гриб и простуда. К 1 столовой ложке мёда добавить треть чайной ложки коричневого порошка. Потреблять до принятия пищи. Если болит горло, к этой смеси следует добавить половину чайной ложки сливочного масла. Рассасывать такое снадобье следует после принятия еды. В стакан кипятка добавить треть чайной ложки коричневого порошка. Заваренный напиток остудить до теплоты, после чего растворить в нём 1 столовую ложку мёда с добавлением щепотки чёрного перца. Пить 6 раз на день по 1 столовой ложке. Если пить такой напиток с целью профилактики, после двух недель приёма обязательно нужен недельный перерыв. К 1 столовой ложке мёда добавить четверть чайной ложки коричневого порошка. Потреблять трижды на день по 1 чайной ложке. Зубная боль. 5 раз на день советуют прикладывать смесь к опухшей десне в соотношении 1 к 5. Такой способ не подходит, если вас беспокоит кариес либо повреждение зубной эмали. Артрит. В стакан воды кладут 2 столовые ложки мёда, 1 чайную ложку порошка корицы. Пить в тёплом виде до принятия пищи дважды в сутки. В стакане воды размешать 2 столовых ложки мёда, 1 чайную ложку порошка корицы. Пить четырежды на день по 1 столовой ложке 3 недели. Затем, после недельного перерыва, повторить приём. Мочеполовая сфера. В стакане воды размешать 2 столовых ложки мёда, 1 чайную ложку коричневого порошка. Употреблять до завтрака 1 раз на день. Аллопеция. Советуют маску из 1 столовой ложки масла оливы, 1 столовой ложки мёда, 1 чайной ложки коричневого порошка, нанесённую на волосы у корней за полчаса до мытья трижды в неделю. От прыщей. Нужно смешать компоненты таким образом. К одной части корицы добавить 3 части мёда, 1 чайную ложку лимонного сока. Полученным средством смазать лицо перед сном, с утра умыться в холодной воде. Кашицу из 3 чайных ложек мёда и 1 чайной ложки коричневого порошка дважды в день наложить на проблемную кожу на 15 минут, затем умыться тёплой водой. Укусы насекомых. Две части воды смешать с одной частью мёда и одной частью специи. Смазывать укус до прекращения зуда. Ротовая полость. В стакан воды добавить 1 чайную ложку мёда и 1 чайную ложку коричневого порошка. Полоскать ротовую полость минуту, чтобы освежить дыхание и получить антибактериальное воздействие. Герматология. Любые проблемы на коже лечат такой смесью. Ингредиенты смешивают один к одному, наносят на кожу, через 15 минут умываются тёплой водой. Сердце и сосуды. Для тонуса сердечной мышцы и сосудов специалисты советуют употребление медово-коричной пасты. Её мажут на хлеб, либо добавляют к творожным блюдам. Чтобы её приготовить, понадобится к 100 граммам мёда добавить 2 чайные ложки коричневого порошка. Нужно употреблять 3 столовых ложки этой пасты в сутки. Отлично лечит сердце и сосуды следующий напиток. В стакане воды размешать 1 столовую ложку мёда, половину чайной ложки коричневого порошка. Его следует пить перед завтраком и ночью за час перед сном. Более того, он успокоит нервы и поможет наладить сон. В половине литра воды размешать 3 чайные ложки корицы, 2 столовые ложки мёда. Разделить с надобья на 3 равные части, употреблять трижды в день до приёма пищи. Похудение. Смесь мёда с ароматной специей имеет эффект очищения, когда происходит вывод токсинов и шлаков, восстановление обмена веществ, снижение уровня холестерина. Так происходит потеря лишнего веса. Средство благотворно влияет на снижение излишнего веса, потому что. Происходит очищение желудка, поэтому переваривание пищи становится более быстрым и качественным. Мёд с корицей способствует переработке глюкозы в энергию для организма, но не в жир. Смесь способствует стабильности аппетита, поэтому вам придётся соблюдать правильный режим питания. Ожидать стремительных результатов от подобного целебного снадобья не следует, потому что на похудение влияет правильный образ жизни, а также сбалансированное питание. Однако этот фактор ускорит и закрепит процесс. Рецепты для понижения веса. Чай. Заварите чай, который вы любите, затем процедите, добавьте половину чайной ложки ароматной специи. Спустя несколько минут добавьте две чайные ложки мёда. Пейте этот чай охлаждённым дважды в день до еды. Чай хорошо поделить на два приёма, чтобы пить по полстакана. Напиток. Тем, кто не любит чай, рекомендуют приготовить напиток с такими же пропорциями на основе обыкновенной воды. Имбирный микс. В тёплую воду кладут по половине чайной ложки порошка корицы и имбиря. После остывания добавляют две чайные ложки мёда, две столовых ложки сока лимона. Пьют за полчаса перед принятием пищи. Кисломолочный напиток. Для приготовления такого напитка подойдёт кефир, ряженка, йогурт. В 500 мл основы добавляют одну чайную ложку специй и две чайных ложки мёда. Пьют на ночь или используют как перекус между едой. Целебный рецепт. Одну чайную ложку мёда, одну чайную ложку имбирного порошка, одну чайную ложку сока малины и щепотку корицы размешать в стакане воды. Пить за полчаса до принятия пищи каждый день на протяжении месяца. Затем прервать приём на две недели, после чего возобновить его снова. Для сохранения лечебных свойств смеси её не следует добавлять к кипятку и хранить готовый напиток более чем сутки. Приготовленный напиток следует пить сразу. Таким образом, вы гарантированно ощутите его эффективность. Косметология. Очень ценится ароматно-медово-коричная смесь женщинами, потому что она благотворно воздействует на здоровье волос и кожи, помогая восстановить волосяной покров и сделать кожу более молодой. На основе средства готовят маски. Маска для улучшения кожи лица. Одна чайная ложка мёда смешивается с одной чайной ложкой коричневого порошка. Кашицей покрывают кожу, кроме участков около глаз, на 20 минут. После умываются тёплой водой. Использование этой маски дважды в неделю избавит от пигментации, исцелит угревую сыпь, нормализует кожный жировой баланс, даст возможность отшелушить роговевшие кожные клетки, сделает кожу визуально моложе. Маска для восстановления волос. Смешивают 2 столовых ложки воды, 3 чайные ложки коричневого порошка, 2 столовые ложки мёда. Наносят на всю длину влажных вымытых волос, накрывают полиэтиленом, укрывают волосы махровым полотенцем. Ходят с маской до 1 часа, после чего моют голову. Использование средства делает волосы блестящими, придаёт объём, регенерирует проблемные кончики, благотворно влияет на рост волос. Если вам было интересно, и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok